Вот это фотография печенья с Яндекса, которое натуральное, и оно действительно делается по тому рецепту, как оно должно. На самом деле это печенье, естественно, для тех, кто не может есть обычные печенья. И вот это честное, правильное производство миссис Пикис. Поэтому, когда вы заказываете вот это печенье миссис Пикис, то у Яндекса оно натуральное, а у Вайлдберрис оно поддельное. Чем отличается настоящее печенье? Здесь в его составе нет соды, а сода это основополагающая вещь, потому что сода опасна людям, которые покупают такое печенье. Оно убийственно опасно, вызывает приступы, и частое употребление может сработать так на кишечный тракт, что человека может убить. А вот печенье, купленное на Вайлдберрисе, где чётко написано, что в состав печенья входит отрава для таких людей, которые едят это печенье. Называется она пищевая сода, которая разъедает уже и так больной кишечник. Упаковка, кажется, вот, похожа, всё одинаково, но на сайте и сам Вайлдберрис не говорит ничего о том, что кладёт в состав соду. И если вы его попробуете, как попробовал его я, я не болен, и я не покупал себе такое печенье. Но даже нормальный человек есть его не сможет, потому что первый укус вы сразу чувствуете там тонну соды. Соды. Пока рецепторы не привыкают, вы там чувствуете одну соду. Это полная какашка. Вы можете вот здесь точно прочитать, что в состав входит сода. Вот вверху, где печенье миндальное, вот в этом большом списке написано. Чёрт. Дурацкий. Вот так выглядит настоящая задняя сторона пачки, упаковка. Где вот подделка Вайлдберрис выглядит вот так. Надо понимать, что это печенье, которое подделывают Вайлдберрис. Вайлдберрис. Оно продаёт его по цене, сколько пачка стоит? 157 рублей. Одна пачка. А вес у неё, а вес у неё мизерный. Вон, 100 грамм. 85 грамм. То есть, продаёт по такой бешеной цене левую подделку. И ни на своём сайте, нигде в описании не пишет, что кладёт сода. Только когда вы получаете это печенье, там на упаковке написано сода. Если у вас что-то с кишечником не так, вы возьмёте в рот и поедете в больницу, или минимум отравите, будете с приступом валяться день или два. И Вайлдберрис при этом, если подделку свою вам привозит, он требует платить за возврат. Вы понимаете? Этот аферист ещё, привозя вам подделку, требует, чтобы, если хочешь вернуть ему его обман и подделку, он требует ещё заплатить за это. Но это касается только товаров, которые в его списках можно возвращать. Надо понимать, что по закону кажется, если вам аферист продал подделку, он всё равно должен вернуть. Но Вайлдберрис, что конкретно касается этого печенья, у него в личных, у него личный закон для страны, для продажи товара, он печенье, подделанное самим собой, аферистическим путём, впихнутое вам, не возвращает, не возвращает деньги за него и не берёт своё дерьмо назад. То есть это не только аферист, он ещё нарушает законы Российской Федерации. Нагло, в открытую, просто плюя на население и на законы. Вот приложение Вайлдберрис, перемотай где-то, да, нет. Вот здесь, на сайте Вайлдберрис, на приложение по продажам, где продаёт отдельный магазин, называется он Мини Мани, продаёт на Вайлдберрис, за который Вайлдберрис несёт полную ответственность, потому что, приняв на свою платформу, продавать левый товар, они должны были это всё проверить. Значит, с покупателя они могут брать, вот, за три коробки по 80 грамм, 240 грамм, они могут брать 472 рубля. А проверить, что у него аферисты, не может. И ответственность за это несёт. Чтобы убедиться, что это действительно Вайлдберрис, я сейчас перемотаю назад. Ну вот, приложение Вайлдберрис по продажам. И отсюда вы заходите туда и видите состав печенья, на котором нет истинного состава. А вверху, как вы видите, написано найти на Вайлдберрис. Именно отсюда, из этого предложения, вы именно там заказываете свои продукты. И они товары, и они привозят в доставку, в котором вы получаете, и только тогда видите, что вам привезли эти печенья не так, как написано на сайте, а с содой.